которые видели, мы старались точечно доводить, оценили и говорили очень-очень круто. Сейчас мы с такими вещами стараемся не сильно экспериментировать, но такой опыт был, и в целом мы не исключаем, что он повторится. И мне еще чуть-чуть осталось. А еще мы тоже делали такую группу, ее можете найти в интернете. Мы проводим постоянно, так как мы заботимся о финансовой грамотности наших клиентов, мы и просто там всех тех, кто хочет развивать свой бизнес, мы проводим уроки предпринимательской грамотности, в вузах, в школах, просто для взрослых предпринимателей. Там чуточку вопросы, конечно, меняются. Мы вот сделали такую игру, которая у нас скоро будет жить на одном из наших сайтов, которая называется «Круги ада начинающего предпринимателя». Там вот этот мальчонка а-ля Марио проходит по разным кругам ада и сталкивается с теми ошибками, с которыми сталкивается иногда бизнесмен. Там неправильный подбор персонала, закредитованность, еще что-то. Допустим, неправильный подбор персонала, у него один сотрудник превращается в обезьяну с гранатой. Да, вот какие-то такие вещи, она абсолютно интерактивная, игра я не хочу, всем очень нравится, но имеет такой познавательный эффект. И 2015 год, ну вот, собственно говоря, что он себя представляет. Но, вы знаете, мы верим... Так, у меня презентация, да. Все, я заканчиваю. Вот, вы знаете, мы видим эффект того, что мы делаем. И в нашем случае, когда я не так давно закончила университет, и нам говорили, боже, боже, пиар-эффект невозможно оценить. Вы должны потратить кучу денег, гораздо больше, чем на пиар-компанию, чтобы посчитать, какой эффект она принесла. Мы считаем, что это не так. И более того, сейчас наш финансовый департамент, внимание, бьется над вопросом, как переложить пиар-эффект, который мы научились оценивать в деньгах. Я не ошибаюсь, мы умеем оценивать тот пиар, который мы генерим в деньгах. Есть абсолютно прозрачная матрица. Она устраивает наш финансовый департамент. И когда мы даже отстаиваем... Ну, когда, если не дай бог, всплывут вопросы оптимизации, мы можем сказать, сколько у нас сотрудников генерит... Одна штатная единица генерит пиар-полезности в деньгах. Мы это можем сказать, и финансовый департамент думает, как это переложить на чистую прибыль. Я думаю, если бы мои преподаватели узнали, над какой проблемой бьются в промсвязьбанке, они бы, мягко говоря, удивились. И иногда наши какие-то мероприятия приносят конкретные сделки. Просто от повышения уровня впечатленности, что ли, клиента. Ну, это какие-то моменты с наших мероприятий. В заключение я хотела сказать, что я очень-очень люблю бег. Любила его недавно. И люблю бегать на длинные дистанции. Я сейчас, допустим, в воскресенье бегу первый раз в жизни 42 километра в Вене. И есть еще один очень знаменитый любитель бега — Харука Мураками. Вы его все наверняка знаете. У него есть книга, о чем я говорю, когда я говорю о беге. И вот в пиаре, как и в беге, самое главное — это не скорость и не расстояние. Самое главное — это регулярность. Ты никогда не пробежишь хорошо марафон, если ты не будешь бегать хотя бы по чуть-чуть, ну, каждый-каждый день. И когда вы делаете пиар, когда мы все делаем пиар, мы должны понимать, что вот мы выходим из офиса, и мы пиар в нашей компании. И если мы об этом будем забывать, у нас никогда ничего не получится. Даже если мы один раз проведем просто шикарную тренировку. Марафон мы в итоге не пробежим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ